Желтый Порше, у которого было все, что должно быть у настоящего автомобиля, большие тяжелые колеса, яркие фары, мощный мотор, мечтал полететь на Луну. Ему нравилось смотреть на Луну из окошка своего гаража. Но Луна иногда пряталась за тучки, и Желтому Порше так ее не хватало. Без нее ночью на дороге было темно и скучно. Однажды поехал Порше на аэродром. Много разных самолетов стояло там. Одномоторные, двухмоторные, реактивные, грузовые, пассажирские. Но никто из них не мог полететь на Луну. Мы бы тоже хотели слетать на Луну, но у нас не хватит сил и топлива, сказал один из самолетов. Нужно ехать на космодром, только ракеты могут летать на Луну. Поехал Порше на космодром. Там готовилась к старту одна большая красивая ракета. Она собиралась лететь на Луну. О, возьми меня с собой, попросил автомобильчик. «Не могу!» – ответила ракета. «Я беру с собой только космонавтов. Им нужно посмотреть на нашу Землю сверху. Сверху наша планета круглая, как мячик. Поэтому можно ее облететь и вернуться обратно». «Тогда объясни, почему я не могу полететь сам?» – спросил Порше. «Потому что каждый из нас создан для своего дела. Я могу полететь в далекое небо, но не могу гонять по дорогам. Ты не умеешь летать, но зато быстро едешь по дороге, обгоняя всех. Ты мечтаешь слетать на Луну, а я мечтаю поехать на зеленую лужайку, понюхать белые ромашки и посмотреть, как течет прозрачный ручей». «Да», – сказал Порше, – «у каждого есть своя мечта, есть свое дело. Хорошо, если бы все мечты сбывались, но без них было бы так грустно жить». «И желтый Порше снова вернулся в город, чтобы гонять по дорогам, а иногда смотреть из окна в небо и мечтать о полете на Луну». Субтитры подогнал «Симон»